применить свои таланты, а самое главное, введем собственный рост в этом направлении, и тем самым мы создаваем возможность, я уже сказал, устоявшуюся фразу для социализации Владимира. Почему это? Если ты активный студент, и теперь интересно не только на занятиях, а может даже не только на занятиях, а заниматься общественными проектами, для него и для студентов, и целый ряд проектов был организован, от конференции на имени Лубачевского научного, до этих студентов года премии, которые два года назад в Российском Союзе было перевесено на российский уровень. То есть человек занят, человек занимается своим делом, человек растет, соответственно, и внутренне, и коррекционно. Вы, кстати, студенческие трудовые отряды, пожалуйста, они не новость для вас, они были созданы только в 19-е годы, это возможность и заработать, в количестве занятий, и получить, соответственно, возможности применения своих сил. Было создан Совет Детской Организации в 10 лет, как ему было, в прошлом году, при участии нашего президента Телевского государства, то есть, там, и Мальчилин Никанова. Детские организации – это то, к чему сейчас в России пришла в идее от РШа, и было установлено российским жених школьников. Основные элементы РШа заложены 10 лет назад в нашем Совете Детских Организаций. Я не буду хвалиться, я просто хотел бы резюмировать, о чем я говорю. Была в 90-е годы создана система, в которой мы попытались учитывать интересы и задачи для каждого молодого человека, чтобы молодые люди не остались без дела, чтобы они не остались наедине со своей жизнью и только обучением, а могли применить свои таланты. Вот вы были сегодня в штабе креативных индустрий, это результат. С 2007 года в Татарстане начала организовываться концепция перспектива, так называемая. Это уже второй шаг, на самом деле, развития молодежной политики. Когда руководство Татарстана задумалось о важном моменте, это называется миграция населения внутри страны. Не секрет, что, собственно говоря, мы сталкиваемся с миграцией населения из села в город, из городов, люди едут в крупные города. Для Татарстана ситуация, когда посчитали, что результат оказался такая, что порядка 12 тысяч молодых людей, школьников с нового возраста и порядка 50% медалистов всероссийских по иеретовому Олимпиаду уезжают на учения, а потом еще и работать в Москву-Питер. Те, кто уехал в Москву-Питер, едут уже дальше, кто за длинным рублем, кто за, соответственно, коллегиным ростом. И в целях как раз формирования устойчивой системы поддержки талантов у нас тоже концепция перспектива. Один из результатов штаб президента Назуреи, там возникается как раз университет талантов, были созданы. На что направлено? Это направлено было на то, что 12 тысяч животных в среднем уезжает из Татарстана на обучение, чтобы они могли вернуться на те рабочие места, которые, соответственно, для них будут не только деньгами богатые, но и инфраструктурой, то есть созданием типа подобных условий. На это направлен наш инополис, на это направлен наш химический класс, на единоправленную реформу системы образования, классный подход, который был создан. Ну, чтобы не тянуть как резину, вот, со своими успехами, хотел бы последнее, что сказать. То есть нам повезло с тем, что правительство республики ставило в системе Министерства молодежи и спорта летний отдых. Это, на самом деле, было плюсом, очень простым, я буквально в двух словах объясню. Благодаря тому, что лагеря находятся в нашей линии, в нашем министерстве, проведение профильных смен для республиканских молодежных организаций – это не проблема. То есть мы каждый год сфермируем заявки общественных организаций, и целый год они у нас, молодежная организация, проводят смены для, соответственно, тех лагеря, которые нам же и не лежат. Это плюс. Не надо просить ни Министерства образования, ни науки, ни Минсоцзащиты, где в некоторых регионах эта система. А у нас 1200 лагерей, и из них 200 стационаров. То есть государство во многом спасло систему денег и отдыха. Это Орстань. Если говорить, собственно говоря, о квартирах, вот, вы, наверное, видели, для лидеров мы формируем ежегодно 49 квартир, на которых мы знаем, что это не соцпотека, это не бесплатно, к сожалению, квартиры, но времена социализма уходят в прошлое, к сожалению. Но 49 квартир по отдельной очереди молодежь, активные лидеры по всей республике могут получить квартиры. Ну, где-то 2-3 человека на месте ежегодно в этом могут все участвовать. И вот как раз буквально в эти дни будет заселение очередного дома, соответственно, по этой сфотеке для лидеров фашистских организаций. Но если позвольте, я все-таки перейду к сохранению системы непосредственно системы владельной политики в целом. У нас 217 подростковых клубов, а если все учреждения в республике, то 400 молодежных учреждений, 2000 человек работают на то, чтобы, соответственно, заниматься с подростками, с молодежью. Что такое 217 подростковых клубов? Ну, вы, к сожалению, не побывали в Казани, в Казани подростковых клубов. Это помещение от 50 квадратных метров, то есть это люди домовые подростковые клубы, до 2000 квадратных метров. Это точка, фактически, калорийный центр, можно сказать. И там можно заниматься, там можно непосредственно встречаться, там можно проводить общественные мероприятия с участием в молодежных организациях. Эту систему сохранили в нашей сети. Они муниципальные, они республиканские. Вот республиканские у нас 27 центров. 217 это у нас подростковых клубов по всей республике. Порядка 400 учреждений, ну там и психологические центры есть, и подростковые клубы, и военно-патриотические клубы. Эта система осталась у нас. И благодаря этому мы не можем помогать общественным организациям ресурсно. Конечно же, это было бы невозможно без поддержки правительства. Мы были сегодня в доме солят. Это фактически дар президента, одному из топов наших общественных движений. Ну вот, если говорить о слайде, соответственно, то есть информационный слайд. Дальше, пойдем.